Как дела, ребята? На связи Джефф Кавальер и Алекс Митчелл. Сегодня мы с вами снова отправим еще парочку упражнений на кладбище. Только на этот раз не на железное кладбище, потому что эти упражнения можно выполнять как с весом собственного тела, так и с отягощениями. Я вам объясню, почему именно эти. Но что более важно, я дам вам эффективные замены вместо них. Давайте начнем с первого упражнения. Итак, наше первое упражнение это обратные отжимания от скамьи и неважно постановка ног на полу или на другой скамье. Причина, по которой многие делают это упражнение в том, что оно позволяет по максимуму включить длинную головку трицепса в максимальное положение сокращения. Если мы можем выпрямить полностью локоть и, что более важно, поставить его за спину при этом, то мы задействуем еще и весь трицепс целиком. Это здорово. Однако за счет этого и страдают наши плечи. В нижней фазе этого упражнения вы создаете чрезмерную нагрузку на переднюю часть плечевой капсулы. Головка плечевой кости в буквальном смысле вырывается вперед в капсулу, создавая дополнительное растяжение. А это нам совсем не нужно, если мы хотим обеспечить стабильность в плечевом суставе. Но если вы хотите все равно его сделать, то все, что мы можем делать, это развернуть ладони наружу вот так. Таким образом вы раскрываете грудную клетку, разворачиваете плечи наружу, давая им больше пространства для лучшего положения плеч в упражнении. Но нам не обязательно выполнять это упражнение. Вместо него мы можем сделать отжимания на брусьях с акцентом на трицепс или алмазные отжимания от пола, которые мало того, что более безопасные, так еще и мы можем их превратить в тяжелые базовые упражнения, если нагрузим на себя еще и дополнительный вес. Упражнение номер два входит в этот список, потому что оно лишь на волосок сложнее того, что я делаю сейчас, лежа на боку и ничего не делаю. Подумаю, вы догадались, что речь идет о планке. Почему? Потому что это достаточно скучное упражнение и практически не нагружает мышцы брюшного пресса. Послушайте, если обладатель мирового рекорда может удерживать планку более восьми часов, то стоит задуматься о том, что оно недостаточно сложное. Более того, оно может привести к усилению некоторых нарушений осанки, которые у нас уже развились. Вы можете сделать целую кучу упражнений на пресс вместо этого. Если быть точнее, то практически все из известных на сегодня, где присутствует компонент сгибания позвоночника. Это и обычные скручивания на полу, обратные скручивания ног, молитва на боке и многое-многое другое. Так и во всех остальных сферах у вас всегда есть варианты. К примеру, если вы не успеваете съесть нужное количество для набора массы, ну или хотите разнообразить свой скучный рисогрудочный рацион чем-то сладким и питательным, то это можно сделать благодаря спортивному питанию. А если не знаете какой, то обратите внимание на бренд Добромильфит, где, как по мне, идеальное соотношение цены и качества. Много видов протеина и гейнера с обалденным вкусом. Большой ассортимент добавок для восстановления, таких как креатин, которые выведут твою силу на богатырский уровень. Но если ты затаришься впрок на сумму от 7000 рублей, то доставка тебе обойдется бесплатно. Плюсом на сайте вы также еще найдете спортивную одежду и аксессуары, так сказать, не отходя от кассы. Переходи по ссылке в описании и поддерживай отечественного производителя. Даже Джесси не настолько безумен, чтобы делать этот борцовский шейный мост. Да, многие из вас скажут, Джефф, но многие борцы используют это упражнение и посмотри, какие у них сильные шеи. Но это еще не значит, что они не превратили свои шейные диски и позвоночник в этом месте в огромные куски дерьма. Мы получаем невероятную компрессию шейного отдела позвоночника, направленную вниз по шейному отделу. И это только вы заняли исходную позицию. Но затем, катая голову взад-вперед, вы создаете еще дополнительную компрессию. Запомните, ребята, у вас только один комплект шейных позвонков на всю жизнь. Ну если вы только не миллионер, как я, конечно. Поэтому ваша задача защитить его. Вместо этого мы можем сделать более безопасные штуки. Нет смысла качать шею. Вы только навредите себе. Достаточно и просто укрепить мышцы шеи с помощью изометрии. Берите полотенце или просто упирайтесь руками и делайте что-то вроде этого, добавляя небольшой компонент сгибания и разгибания. Хорошая сторона изометрии в том, что количество прилагаемого усилия может увеличиваться по мере того, как увеличивается сила вашей шеи. Послушайте, если вы хотите превратить это величайшее упражнение всех времен и народов в такое, как подтягивание, в эту обезьяну, трахающую мяч, то тогда вы не получите всех бенефитов от подтягиваний. И это серьезный выигрыш для тех, кто действительно собирается делать все правильно. Не надо изобретать новое колесо. Делайте обычные подтягивания, соблюдая технику золотого там или серебряного стандарта. Ну какой там еще есть. А если вам легко делать со своим весом, то добавляйте к себе дополнительное отягощение. Только так вы получите все преимущества от подтягиваний. Следующее наше упражнение на подвижность и гибкость. И называется оно скорпион. И это еще одно, которое никогда не стоит делать. Почему? Люди, которые делают его, утверждают, что оно помогает здоровью позвоночника. Проблема в том, что вам не нужна подвижность всего позвоночника. Поясничный отдел сконструирован таким образом, чтобы быть стабильным. Вы получаете необходимую подвижность через бедра. Но когда вы делаете это упражнение, то можете видеть, что большая часть вращения приходится на поясничный отдел позвоночника. И это фактически заставляет его делать то, для чего он не предназначен. И это вредно. Вы создаете постепенно проблемы. Видите ли, эта область позвоночника предназначена для поворота на 2 градуса вправо и влево. Если дальше, то это может вызвать проблемы с межпозвоночными дисками. Вместо этого мы можем переместить эту подвижность немного выше. Туда, где ее можно применить, а именно в грудном отделе. Если вы посмотрите на эту версию упражнения и на прошлую версию упражнения, посмотрите еще раз внимательно на скорпион. То в здоровом варианте я пытаюсь держать бедра как можно ровнее на протяжении всего движения. Я пытаюсь максимально разогнуть плечи и руки и отвести их назад и в сторону. Это полная противоположность этому прошлому движению. Если хочешь подвижный позвоночник, отлично. Тогда не делай первый проблемный вариант. Взглянув на следующее упражнение, вы наверное воскликнете. Ну вот нахера, что это и кто это делает? Но на самом деле много людей делает это, и даже профессионалы. И это сиси приседания, или приседания мазохиста, как я их называю. И все они утверждают, что вы получаете потрясающую растяжку на квадрицепс, и это помогает вам развить массивные квадры. Господа, забудьте об этом упражнении. Вам уж точно не нужно, чтобы ваши колени почти касались пола. Да, ваши колени могут выступать за носки немного в классических приседаниях. Но это не значит то же самое в сиси-мазо-приседаниях. Потому что помимо сверхсгибаний колена, еще идет чрезмерная нагрузка на бедра и тазобедренные суставы. Здесь вы дополнительно перерастягиваете квадрицепс сверху. Но именно из-за этого вы и переносите всю нагрузку на сухожилие. Чем это может обернуться в будущем? Но, например, тем, что вы можете заработать перерастяжение надколенника всего за один подход этого упражнения. Не говоря уже о том, чтобы выполнять его тренировку за тренировкой. Если вы занимаетесь весом собственного тела, то просто переключитесь, к примеру, на приседание пистолет в упоре на бокс или лавочку там. Здесь уже колено не заходит далеко за носок. И что более важно, есть нужное нам сгибание бедра. А это сгибание устраняет чрезмерное растяжение сухожилия квадрицепса вплоть до сухожилия надколенника. Ребята, я рекомендую посмотреть еще одно мое видео о том, что нам нужны только два упражнения на задней дельте. Это прошлое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео.